Вести Карачаева, Черкесия 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 Ее починили, осталось убрать подтеки Также проверяющие В рамках реализации нацпроекта Демография Планируется, что уже в сентябре Учреждение возобновит работу В обновленной школе искусств В частности появится Звукозаписывающая студия Залы для хореографических постановок Операторская, многофункциональный зал Классы для индивидуальных занятий Современный актовый зал На 182 посадочных места И с сцены Об этом рассказывает Начальник отдела капитального строительства И ремонта Мэрии Черкеска Равиль Тикеев Мэрии города Черкеска Учтены все особенности И потребности учеников Желающих заниматься музыкальным творчеством Искусством И при проектировании данной школы Были учтены все пожелания А также архитектурный вид здания Чтобы сочетался к современному стилю Представители инспекции строительного надзора Минстроительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаева, Черкесии Совместно с сотрудниками филиала Россети Северный Кавказ Карачаева-Черкеска Энерго И подрядные организации Проверили ход реконструкции Самой высокогорной в республике Линии электропередачи Энергообъект Протяженность которого составляет Почти 26 километров Проходит по территории Карачаевского и Малокарачаевского районов республики По высокогорному плато Бечесын и Худесскому ущелью Перепад высот На которых проводятся работы Варьируются от 1248 до 2320 метров над уровнем моря В ходе реконструкции все деревянные опоры заменяются на металлические Почти в два раза увеличивается сечение провода Это позволит улучшить пропускную способность ЛЭП и обеспечит резервное электроснабжение для потребителей пяти высокогорных населенных пунктов Кубанского ущелья республики Несмотря на то, что работы проводятся в сложных условиях высокогорья Из-за отсутствия подъездных дорог и перепадов высоты Реконструкция энергообъекта ведется интенсивными темпами Для комфорта потребителей в Карачаево-Черкесии продолжает работать горячая линия по вопросам ценообразования Республиканский Минпром уделяет особое внимание ценообразованию в магазинах Карачаево-Черкесии Регулярно проводя мониторинг цен на продукты первой необходимости В число которых входит несколько десятков товарных позиций Об этом сообщил руководитель Департамента потребительского рынка услуг и лицензирования Министерства промышленности и энергетики Карачаево-Черкесии Арсен Гутякулов Рабочая группа занимается мониторингом, то есть еженедельно мониторинг во всех районах, со всех районов, со всех городов Принимается информация, сводится нашим министерствам И сводная информация направляется в прокуратуру для дальнейших действий В выявлении необоснованного повышения цен По всем фактам нарушения по необоснованным завышенным ценам на социально-назначные товары То есть можете обратиться в наше министерство промышленно-сенетики транспорта по номеру телефона 28-3-28 За первое полугодие курорты Карачаево-Черкесии посетили более 1 миллиона 200 тысяч человек Что на 80 тысяч больше прошлогодних показателей Традиционно популярными направлениями среди гостей республики остаются курорты Дамбай и Архыс Их посетили 485 и 564 тысяч отдыхающих соответственно А также комплекс медовые водопады Это направление предпочли 190 тысяч туристов При стабильном функционировании курортов республики Эксперты прогнозируют увеличение турпотока к концу года до отметки в 1 миллион 900 тысяч человек При этом за прошлый год Карачаево-Черкесию посетило более 1 миллиона 700 тысяч туристов В Малом зале Дома правительства состоялось торжественное вручение медалей 90 лет создания в СССР всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» В мероприятии принял участие министр физкультуры и спорта Карачаево-Черкесии Рашид Узденов Благодарственные письма и медали были вручены лицам, внесшим значительный вклад в возрождение И реализацию комплекса ГТО в нашей республике Всего с момента внедрения ГТО на территории республики приняли участие в выполнении нормативов более 19 тысяч человек Лучшие творческие силы Карачаево-Черкесии готовятся к празднованию столетия нашей республики Государственный ансамбль танца Карачаево-Черкесии Эльбрус готовит особую программу Которая в сентябре будет представлена на главной сцене страны в Кремлевском дворце Об этом рассказывает художественный руководитель ансамбля Исмаил Б. Рамкулов Врали хореографическую композицию под названием «Под Эльбрусом» Большой массовый номер есть, сюита танцевальная Карачаевский народный танец, обезовик Это у нас самые ударные номера, это визитные карточки нашей республики В рамках проекта «Открываем Россию заново» Студенты Высшей школы экономики провели исследования, направленные на изучение локальной идентичности и молодежной политики В рамках проекта студенты уже работали с Челябинском и Псковом в этом году Итоговые результаты, в частности рекомендации в сфере молодежной политики, будут переданы представителям органов госвласти На данный момент результаты обрабатываются посредством исследовательских методик и уже в сентябре-октябре планируется их презентация перед широкой общественностью посредством форумов Благотворительный фонд «Доброгорец» с проектом «Зорка. Одно лишь сердце» Создание волонтерского корпуса Республиканской библиотеки для незрячих и слабовидящих Стал победителем грантового конкурса Российского фонда культуры В реализации проекта примут участие работники и пользователи библиотеки Волонтеры регионального центра серебряного волонтерства Карачаева-Черкесии Созданного на базе благотворительного фонда «Доброгорец», волонтеры культуры, а также все желающие добровольцы В рамках проекта будет реализована программа и обучены волонтеры Работе с незрячими и слабовидящими людьми Библиотечному обслуживанию читателей Работе с фондом и справочно-библиографическим аппаратом и так далее В Челябинске прошел финал 11-летней спартакиады учащихся России среди юношей и девушек до 18 лет Наши спортсмены показали достойный результат Снежана Сухина пробилась в финальную часть соревнований в толкании ядра и метании диска Виталий Третьяков в упорной борьбе установил личный рекорд и занял четвертое место в беге на 200 метров Эдуард Горбузов стал серебряным призером в беге на 400 метров с барьерами Награждал победителей призеров олимпийский чемпион в беге на 800 метров Юрий Барзаковский По сообщению синоптиков завтра по республике ожидается переменная облачность В отдельных районах сильный дождь с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 метров в секунду Ветер северный 6-11 метров в секунду, температура воздуха 24-29 градусов тепла В горах местами 16-21 градус выше нуля В Черкесске переменная облачность без существенных осадков Ветер северный 6-11 метров в секунду, воздух прогреется до 28 градусов Это все главные новости Карачаева Черкесии К этому часу с ними познакомила Руфина Ковалева Реклама Индустриальный технологический колледж продолжает набор выпускников 9-11 классов Бесплатное обучение, поступление без дачи ОГЭ и ЕГЭ, стипендия, общежития, отсрочка от армии, с получением профессии, техники грузовых и легковых автомобилей, автогридерист, экскаваторщик, электромонтажник, сварочное производство, моделирование швейных изделий, парикмахер, мастер по обработке цифровой информации Хотите зарабатывать достойно? Звоните, пишите, приходите Количество мест ограничено Индустриально-технологический колледж, улица Октябрьская, 56, телефон 21-17-25 Мы растим профессионалов! Стань успешным и ты! Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия До новых встреч!